Всем привет! Перед началом этого видео я хочу предложить вашему вниманию начинающий Трукрайм канал Трудный день. Сразу после того, как была сделана эта фотография, произошла катастрофа Шаттла Челленджер, которая широко освещалась в газетах в январе 1986 года. Интересные истории и приятный мужской голос не оставят вас равнодушными. Прошу поддержать молодой канал своим лайком, комментарием и подпиской. Ссылку на канал оставлю в описании. Грейс Эми Роуз Милейн родилась 2 декабря 1996 года в графстве Эссекс на востоке Англии. Грейс была младше из трех детей Дэвида и Джиллиан Милейн. Два старших брата девочки, Майкл и Деклан, обожали свою сестру. Грейс росла живым и общительным ребенком и была привязана к своей семье. В школе девочка всерьез увлеклась живописью. После окончания школы Грейс поступила в университет Линкольна и в 2018 году получила диплом по специальности реклама и маркетинг. Сразу после окончания университета она решила в одиночку отправиться в кругосветное путешествие. В октябре 2018 года Грейс покинула свой семейный дом в Англии и отправилась в Южную Америку, в Перу. За шесть недель своего пребывания в Перу, именно это место так популярно среди туристов, Грейс посетила немало достопримечательностей, которые были оставлены представителями древних цивилизаций. Она буквально закидывала своих родных и друзей фотографиями из всех мест, которые посещала. А ее сториз в социальных сетях ежеминутно пополнялся публикациями. На этой фотографии Грейс в компании других туристов позирует на фоне Мачу-Пикчу, легендарного города инков. 19 ноября Грейс прибыла в Новую Зеландию. Это была следующая страна, в которой она мечтала побывать. 11 дней спустя Грейс добралась до Окленда, крупнейшего города страны. Там девушка поселилась в отеле и зарегистрировалась в местной базе туристов. В Окленде девушка путешествовала по городу, ежедневно публиковала фотографии в своей соцсети и созванивалась со своими родными и друзьями. Казалось, что все идет по плану. 2 декабря у Грейс был день рождения. С самого утра ее семья и друзья отправляли сообщения с поздравлениями. Но Грейс никому не отвечала. При попытке связаться с ней по телефону, все звонки переключались на голосовую почту. Близкие девушки были удивлены и одновременно очень обеспокоены ее молчанием. Ведь до этого она буквально не расставалась со своим телефоном. Когда и на следующий день родители Грейс не смогли до нее дозвониться, они связались с полицией Окленда и сообщили об исчезновении дочери. 5 декабря полиция связалась с администрацией отеля, в котором остановилась пропавшая Грейс. Там рассказали, что в последний раз ее видели вечером 1 декабря. В 18.00 она вышла из отеля и с тех пор туда не возвращалась. В распоряжении полиции было огромное количество камер видеонаблюдения, установленных по всему городу. Им не потребовалось много времени, чтобы отследить, где же была Грейс в тот субботний вечер. Согласно записям с камер видеонаблюдения отеля, где остановилась пропавшая 1 декабря 2018 года, Грейс, одетая в черное платье до колен и белые туфли, покинула отель и направилась в центр города. Чуть позже Грейс встретилась с парнем в месте под названием «Скай-Сити». Это развлекательный комплекс с барами, ресторанами и казино. Судя по записям с видеокамер, установленных в «Скай-Сити», вечер шел хорошо. Сначала пара зашла в бургерную, примерно через час они направились в бар. В это время Грейс отправила сообщение своей подруге Амине, где упомянула про своего нового знакомого. Текст был примерно следующий. «Я так хорошо с ним общаюсь, он нефтяной менеджер и живет в отеле». Там в какой-то момент Грейс встала из-за стола, и таинственный мужчина по какой-то причине взял ее сумочку и начал ее обыскивать. Но это был единственный странный случай за все время, пока пара находилась в баре. Примерно в 9.30 вечера Грейс и ее спутник вышли из бара. Они держались рука об руку и нетвердой походкой направились по улице. Полицейские довольно быстро выяснили личность загадочного молодого человека, с которым Грейс была замечена той ночью. Им оказался 26-летний Джесси Кэмпсон, который проживал в отеле «Сити Лайф» в Окленде. Также полицейские увидели, что Джесси прокомментировал последнюю фотографию, которая пропавшая разместила 1 декабря на своей странице в социальной сети. 5 декабря Джесси попросили прийти в полицейский участок, чтобы ответить на некоторые вопросы, ведь он был последним, с кем видели Грейс. На допросе молодой человек рассказал, что познакомился с Грейс на сайте знакомств в пятницу 30 ноября. Они переписывались весь вечер, а потом договорились о встрече в субботу 1 декабря. В назначенное время они встретились в развлекательном центре «Скай-Сити». Сходили в бургерную, потом немного выпили в баре, затем они покинули бар и разошлись примерно в 10 часов вечера. В целом, свидание прошло хорошо, и они договорились встретиться и на следующий день. На допросе Джесси настаивал, что в ту ночь ничего необычного не произошло. На прощание они заключили друг друга в объятия, он поцеловал ее в щеку, и каждый пошел своей дорогой к себе в отель. По словам Джесси, на следующий день он попытался отправить ей сообщение, чтобы договориться о встрече, но Грейс ему не ответил. На этом его встречи с ней внезапно закончились. После допроса детективы решили проверить алиби Джесси Кэмпсона. Для этого они запросили съемки с камер видеонаблюдения отеля «Сити Лайф», начиная с 1 декабря. Также полицейские осмотрели номер Кэмпсона, но ничего подозрительного там обнаружено не было. Но по мере того, как они изучали почти 6 терабайт данных видеонаблюдения из отеля, перед ними открывалась все более зловещая и тревожная картина, которая медленно, словно кусочки пазла, складывалась воедино. Выяснилось, что несмотря на то, что Джесси на допросе утверждал, что его пути с Грейс разошлись на улицах города, записи с камер видеонаблюдения отеля «Сити Лайф» свидетельствовали об обратном. Поздним вечером 1 декабря они вместе прибыли в отель «Сити Лайф». Затем вышли из лифта на этаже, где находился номер Джесси. Но самое интересное было то, что после этой записи детективы не увидели, как Грейс выходила из здания. На следующее утро, 2 декабря, на записях с камер видеонаблюдения видно, что Джесси вышел из отеля. Он пошел в магазин, где купил чемодан и чистящие средства. После этого вернулся в свой номер. Далее, незадолго до полудня, он снова вышел из отеля и отправился на такси в компанию по аренде автомобилей. Там взял на прокат красную Тойота Королла. Несколько часов спустя Джесси встретился с другой женщиной. Но свидание было недолгим, они быстро разошлись. Причем женщина отказалась от предложения Джесси подвезти ее на машине и предпочла пойти пешком. Позже выяснится, что с ней он также, как и с пропавшей Грейс, познакомился на сайте знакомств. После неудачного свидания камеры отеля вновь засекли Джесси Кэмпсона. На этот раз он зашел в лифт с машинкой для чистки ковров. На вопросительные взгляды персонала он сказал, что у него есть пятна от красного вина, которые он хотел бы убрать. Позже, в тот же день, в половине девятого вечера, Джесси погрузил два чемодана на тележку. Затем положил их в багажник арендованного автомобиля и снова вернулся в свой номер в отеле. На следующий день, около 7 утра, он засветился на камерах видеонаблюдения в хозяйственном магазине, где покупал лопату. Через два часа он заехал на автомойку, помыл машину, после чего вернулся в прокатную компанию и отдал машину. 5 декабря, в день, когда родители Грейс сообщили о ее пропаже, Джесси Кэмпсон был замечен сразу несколькими камерами уличного видеонаблюдения. На записях видно, как он посещал разные районы города и выкидывал какие-то вещи в мусорные баки. 7 декабря отец пропавшей Грейс Милейн прибыл в Окленд. Полиция и местные СМИ организовали пресс-конференцию. Обращение Дэвида Милейна получилось очень эмоциональным. Он рассказал, что его дочь Грейс прибыла в Окленд 20 ноября в качестве туриста. Каждый день она буквально закидывала их фотографиями с отдыха и выходила на связь со своими родными. Со 2 декабря связь с дочерью внезапно прервалась, и он и его близкие очень обеспокоены ее благополучием. После просмотра записи с камер видеонаблюдения у детективов появились серьезные опасения относительно пропавшей Грейс Милейн. Они предполагали, что, возможно, ее уже нет в живых. И главным подозреваемым был Джесси Кэмпсон. Но кем же был Джесси Кэмпсон? Джесси родился в Веллингтоне. Когда он был маленьким, его родители развелись. После этого его отдали на воспитание бабушки и дедушки. Затем его мать переехала за границу, а отец женился во второй раз и завел новую семью. Фактически, Джесси был предоставлен сам себе. В колледже Кэмпсон играл в софтбол на региональном представительском уровне за несколько команд. Он работал барменом и разнорабочим. С 2013 по 2016 год проживал в Сиднее, в Австралии, а затем переехал в Новую Зеландию и поселился в Окленде. Согласно отчету полиции, Джесси был арестован за вождение в нетрезвом виде в Новой Зеландии и за хулиганское поведение как в Окленде, так и в Сиднее. Все, кто знал Джесси, описывали его как патологического лжеца. Из-за этого его часто выселяли из арендованных квартир и увольняли с работы. Из последнего он сказал своему арендодателю в отеле City Life, что он топ-менеджер известной нефтяной компании. На самом же деле он работал менеджером по продаже мобильных телефонов, откуда был уволен 1 декабря за систематическую ложь, а его арендная плата за отель оплачивалась за счет государственных пособий. 8 декабря, по мере того, как появлялись все больше и больше доказательств о причастности Джесси Кэмпсона к исчезновению Грейс Милейн, полицейские Окленда взяли его под стражу и провели повторный допрос. После предъявленных ему записей с многочисленных камер видеонаблюдения, его история резко изменилась. Субтитры создавал DimaTorzok Далее Джесси рассказал, что после того, как проснулся утром, он понял, что Грейс не подает признаков жизни. Он запаниковал, положил ее тело в чемодан и захоронил в горах. Но, несмотря на его рассказ, Джесси отрицал свою вину в ее гибели и списывал все на несчастный случай. В ходе допроса Джесси Кэмпсон рассказал, где именно он захоронил чемодан с телом Грейс. После этого ему предъявили обвинение в ее убийстве. Судебно-медицинские эксперты провели повторный обыск в комнате Джесси Кэмпсона. Во время более тщательной экспертизы были найдены скрытые пятна крови, которые покрывали большую часть ковролина. 9 декабря около 4 часов дня полицейские нашли чемодан с телом Грейс Милейн. Недалеко о сцене Драйв в горах Вайтагере, примерно в 19 километрах к западу от центра Окленда. Дальнейшие исследования в районе, где было найдено тело, были проведены 11 декабря. Полиция также попросила общественность помочь найти лопату, которая, по их мнению, имела отношение к расследованию. Лопата, подходящая под описание полиции, была найдена 13 декабря. Детектив, возглавлявший это расследование, тесно сотрудничал с семьей Милейн. Для него и его команды, которые до последнего надеялись найти Грейс живой и принести хорошие новости для семьи, было ясно, насколько это был болезненный момент для всех, кто участвовал в ее поисках. Премьер-министр Новой Зеландии публично извинилась перед родителями Грейс и предложила им и их стране полную поддержку. Вскрытие тела Грейс Милейн было проведено 10 декабря. Эксперт сказал, что смерть наступила в результате удушения. Сильное давление на ее шею длилось от 4 до 5 минут. Также у нее были синяки на руках и груди, которые могли появиться из-за того, что ее силой прижали к полу. В этот же день Джесси Кэмпсону было предъявлено официальное обвинение в гибели Грейс Милейн. После проверки мобильного телефона Кэмпсона, следствием было установлено, что примерно в час 30 ночи воскресенья 2 декабря, когда Грейс уже была мертва и лежала на полу в его номере, Джесси сделал несколько запросов в интернете. Сначала он искал место, где можно захоронить тело. После этого он посмотрел несколько видео с сайта для взрослых, а затем сделал фотографии мертвого тела Грейс. 10 января 2019 года Грейс была похоронена в Брэндфудском соборе в Эссексе. Детектив, который вел это дело, вылетел в Англию, чтобы засвидетельствовать свое почтение и поддержать семью Милейн. Судебный процесс по делу Грейс начался 4 ноября 2019 года и продлился 3 недели. На протяжении большей части процесса Джесси сидел с каменным выражением лица и вообще не выражал никаких эмоций. Только время от времени он бросал взгляд на судебные документы или держал голову в руках. Обвинение утверждало, что Кэмпсон задушил Милейн сразу после их свидания. После ее убийства Кэмпсон нашел в интернете, как и где захоронить тело, а затем спокойно и бессердечно избавился от него и других улик. В конце концов, он создал лабиринт из рассказов и лжи, чтобы замести свои следы. В суде выступали три женщины-свидетеля, с которыми Кэмпсон также познакомился на сайте знакомств. Они показали, что ему нравился жесткий половой акт, включающий в себя удушение. Также со стороны обвинения были предоставлены многочисленные записи с камер видеонаблюдения. Свидетель-эксперт обвинения рассказал, что при посмертном осмотре тела Грейс были обнаружены кровоподтеки, которые указывали на то, что она была связана и задушена. Команда защиты Джесси Кэмпсона утверждала, что трагическая смерть Грейс была вызвана ничем иным, как грубым половым актом по обоюдному согласию, в процессе которого что-то пошло не по плану. Защита также утверждала, что Грейс и раньше участвовала в подобных половых контактах. Адвокаты также заявляли, что Кэмпсон пытался спрятать и похоронить тело Грейс из-за того, что он запаниковал, когда увидел ее мертвое тело. Эксперт-свидетель защиты оспорил результаты вскрытия, утверждая, что ее травмы соответствовали половому акту по обоюдному согласию из-за отсутствия защитных ран на теле. Эксперт защиты также утверждал, что из-за того, что Грейс в тот вечер употребляла спиртные напитки, это могло способствовать ее смерти. Ведь посмертная концентрация алкоголя в крови Милейн была измерена на уровне 106 мг алкоголя на 100 мл крови, что превышает установленный законом предел вождения – в 50 мг алкоголя на 100 мл крови. 22 ноября 2019 года, несмотря на все протесты Кэмпсона о его невиновности, присяжные, в состав которых входили 7 женщин и 5 мужчин, после пятичасового обсуждения вынесли обвинительный вердикт. Приговор был одобрен родителями Грейс – Дэвидом и Джиллиан Милейн. Из обращения матери Грейс к Джесси Кэмпсону «На ежедневной основе я терзаю себя из-за того, что вы сделали с моей Грейс. Ужас и боль, которые она должна быть испытала в твоих руках. Как мать я бы сделала все, что угодно, чтобы поменяться с ней местами. Я виню себя, зная, что я не могла ей помочь, но я должна была быть вместе с ней. Она умерла в ужасе, в одиночестве, в комнате рядом с тобой». 21 февраля 2020 года Джесси Кэмпсон был приговорен к пожизненному заключению с минимальным сроком условно-досрочного освобождения через 17 лет. 18 марта стало известно, что Кэмпсон будет обжаловать свой приговор в апелляционном суде. 6 августа в Окленде начались слушания по его апелляции. 29 июня 2021 года Верховный суд отклонил просьбу Кэмпсона на обжалование приговора, тем самым исчерпав его юридические возможности для его отмены. После того, как Джесси Кэмпсон был признан виновным в убийстве Грейс Милейн, он предстал перед судом еще по двум делам. Две женщины увидели его размытые фотографии в местной газете, а затем обратились в полицию и рассказали свои ужасные истории. На первом из этих двух судебных процессов в октябре 2020 года бывшая девушка Кэмпсона рассказала о физическом, эмоциональном и финансовом насилии, от которого она пострадала, пока была в отношениях с Джесси. Периодически он душил ее, заставлял совершать с ним половые акты, а перед тем, как исчезнуть, снял с ее банковского счета 10 тысяч долларов. По итогам этого процесса Джесси Кэмпсон был признан виновным и приговорен к 7 годам тюремного заключения. В ноябре 2020 года началось второе судебное заседание, по итогам которого Кэмпсон был осужден за противоправные действия в отношении половой неприкосновенности молодой британской туристки, которую он встретил за 8 месяцев до того, как убил Грейс Милейн. Он был признан виновным и приговорен к еще 3,5 годам тюремного заключения. Все сроки, полученные по двум последним судебным заседаниям, будут течь одновременно с приговором, который он получил за убийство Грейс Милейн. В ноябре 2020 года отец Грейс, Дэвид Милейн, скончался после непродолжительной борьбы с раком. В память о Грейс ее семья и друзья собрали рекордную сумму денег для компании «Белая лента». Эта благотворительная акция была организована для тех, кто пострадал от жестокого обращения. В рамках помощи таким женщинам организаторы акции предоставляют сумки, наполненные предметами первой необходимости.